Спасибо. Уважаемые коллеги, для начала несколько слов и цифр о нашем компании. На сегодняшний день научно-внедренческое предприятие «Башенком» является крупнейшим производителем биопродукции в России. Основано было предприятие в 1991 году, нам уже более 30 лет. И за прошедшие годы компания прошла большой путь от производства продукции на малых площадях до ведущего биотехнологического предприятия в нашей стране. В состав компании входят 4 основных завода. Мы имеем 2 логистических центра современные, 5 научных лабораторий. Общая производственная площадь помещения на сегодняшний день составляет более 320 тысяч квадратных метров. На предприятии работает 600 человек. Ассортимент препаратов и удобрений тоже широкий. В портфеле компании более 130 наименований продукции для сельского хозяйства. Касаемо растеневоза, это 56 наименований биопрепаратов и удобрений. А именно биологических фунгицидов, инсектицидов, стимуляторов роста растений, инукулянтов, микробиологических удобрений, многокомпонентов удобрений для уникорневой подкормки. Препараты имеются специального назначения. Производим из силостной закваски препараты для утилизации отходов животноводства и птицеводства. Что касается технологий, которые мы предлагаем, биологизированные мы его назвали. Но в принципе здесь все понятно и просто. Отдельные элементы я с вами сейчас поделюсь, как мы работаем в условиях у нас на Урале, в Поволжье и в частности здесь тоже на юге России. В целях экономии времени три элемента технологий, которые позволяют оптимизировать производственные ресурсы. Начнем с обработки семенного материала. Традиционно многие хозяйства применяют только химические протравители. Мы рекомендуем применять в баковой смеси обязательно. То есть должна присутствовать и биология и химия. Да, действительно на сегодняшний день биология не решает вопросы головневых заболеваний, но она решает так вот и ни с чем не уступает в отношении борьбы с корневыми и прикорневыми гнилями. Ну если сравнивать наш биологический фунгицид, фитоспорин ас, он является флагманом. Значит биологическая эффективность в отношении корневых гнилей в среднем составляет 70%. Это продукт вот наш именно, который здесь рекламируется, фитоспорин ас, с тремя действующими веществами, с тройным механизмом действия. Ну конечно же есть свои плюсы и минусы, но согласитесь, у химических протравителей тоже есть свои минусы. Да, они обладают стоп-эффектом, но действие вещества, многих дженериков, они практически, как говорится, свою защиту прекращают уже в начале опущения. 7 дней это первый лист, второй лист это 14 дней, вот 20-25 дней. Ну есть, да, премиальный сегмент, типа вот, например, препарата Систива, который, конечно, якобы там держит и до флагового листа. Ну я не знаю, я не могу сказать, мы не сравнивали. Но тем не менее, большинство применяют, значит, химические протравители только. Мы предлагаем именно в баковой смеси. Значит, что мы добиваемся, какую задачу решаем. Химический протравитель защищает семена, как я уже сказал, это где-то, ну, 25 дней в среднем, давайте возьмем. Дальше будет защищать уже биологический препарат, биологический фунгицид. И что интересно, вот в нашем продукте есть, я уже говорил, три действующие вещества. Это бацилы, триходерма и псевдомонады. Вот за счет добавления псевдомонад в наш препарат мы добились, чтобы фитоспорин АС работал уже в более пониженных положительных температурах. Плюс 2 градуса уже псевдомонады работают. Вообще, что интересно даже, если вот, например, в интернете набрать сайт местицид.ру, вот большинство из вас в отношении пузырьевых заболеваний применяет, ну, более эффективный, так скажем, метапрохлораз и флудиоксанин, да? Вот флудиоксанин – это аналог, химический аналог антибиотических веществ, которым вырабатывают псевдомонады. То есть вот эти антибиотические вещества, которые вырабатывают псевдомонады, они очень эффективно защищают растение в отношении вот именно корневых гнилей. За счет именно трех компонентов, трех действующих веществ, мы в среднем получаем биологическую эффективность в отношении корневых гнилей где-то порядка 70%. Где-то она больше, где-то она меньше, все зависит от фона, от, значит, предшественника, конечно же, у вас тут жесткий такой предшественник, а зимой по зимой пшеница идет, и причем это несколько лет повторяется после кукурузы, где ярко выражены пузырьевые заболевания. Но, тем не менее, значит, этот вопрос можно решать. Решать, конечно же, биологией не может быть головневого заболевания, поэтому и мы предлагаем именно в комбинации. И предлагаем не выбирать такие, значит, химические протравители, трех-четырехкомпонентные. В принципе, тут можно обходиться одно-двухкомпонентными протравителями с добавлением биологических препаратов, то есть решать вопрос головневых заболеваний, и плюс еще корневые гнили. Причем решать? Пролонгированно. Но возвращаясь к питоспорину, вот бацилы, да, они уникальным свойством обладают, они способны еще проникать в само растение. Если мы обрабатываем семенной материал, то в корневые волоски и в сам корень. Это уникальные свойства. И, значит, далее, вот если взять триходерму, ну, это универсальный киллер фитопатогенов, если так громко заявлять. Есть она в почве, но их крайне мало, китр маленький, в почве где-то в третьей степени, ну, где-то в среднем. Мы обязательно должны добавлять его путем, значит, обработки семенного материала или путем обработки растительных остатков. Это однозначно. Ну, плюс еще в чем, у биологии, у биопрепаратов, в частности, фитоспорина, помимо антибиотических веществ, которые работают, так как в отношении болезнодборных микроорганизмов, механизмы у них разные, вот псевдомонады, это, они вырабатывают антибиотические вещества фенозинового порядка. Бацилы совсем другие. Триходерма, это, значит, триходермид, антибиотическое вещество всем известно, да, и плюс еще там достаточно большой набор вот этих антибиотических веществ. Они вырабатывают еще полезные вещества, гормоноподобные вещества, ауксины, цитокинины, полисохориды, органические кислоты, значит, плюс еще в нашем фитоспорине 5% аминокислот. Именно в стрессовых условиях, значит, аминокислоты очень важны для обменных процессов в растении. Поэтому здесь мы несколько задач решаем. Не только, значит, пролонгированная защита, но и стимуляция ростовых процессов. Ну, далее, значит, элементы, это по вегетации уже, ну, касаемо подкормки, да, там, значит, мы традиционно работаем о мячной селитре, потом заходим к кассам. Ну, что касается вот касса, да, у нас есть препараты, ну, стерня 12, тот же фитоспорин АС в целях профилактики корневых гнилей можно применять его в баковой смеси. Есть, конечно же, здесь нюансы. Если работаем фитоспорином, там в составе у нас, вот именно в АСЕ, есть триходерма, она более чувствительна к агрессивной среде, то, соответственно, мы баку и смесь должны готовить непосредственно на поле. И время должно пройти не более двух часов. Если более, то, соответственно, там триходерма может, титр триходерма может упасть на один порядок. К сожалению, химические протравители всегда будут выполнять роль догоняющего в отношении фетопатогенов. Вы это прекрасно знаете, почему? Потому что, значит, появляются новые агрессивные штаммы, расы, значит, заболевания, за которым химические, значит, производители химических средств защиты растения просто-напросто не успевают. Ну, вспомните, вот лет 30-40 там назад у нас были одно-двух компоненты, да, протравители. А сейчас они уже стали ездить и четырех компонентами, и трех компонентами, плюс действующие вещества через 3-4 года мы должны что, вынуждены? Можно менять, так вот, или дозу повышать. Поэтому здесь вот, я уж возвращаюсь, вот этот элемент, элемент, значит, совместного применения биологии и химии позволяет, значит, контролировать корневые гнили эффективно. И самое главное, значит, что еще? Значит, это позволяет еще экономить ваши, так скажем, затраты. Возвращаясь к кассу, значит, я уже сказал, можно использовать и нужно использовать. Почему? Потому что, если посмотреть, например, сезон 20-22, урожай был очень хороший собран, соответственно, и соломы много осталось, да? Если там при 5-6 тонн, в среднем, если брать, это где-то 5-6 тонн соломы остается, растительных остатков. Поэтому, значит, здесь надо работать и с растительными остатками. То есть, есть у нас еще продукты, я уже об этом говорил, стерня 12, тоже консорция микрорганизмов. Там и баслы есть, и триходерма есть, и мобилизаторы фосфора, калия, и азотфиксаторы. То есть, комплексный препарат. Если задача стоит оздоровить почву, ускорить разложение растительных остатков, то, пожалуйста, можно использовать, значит, стерня 12. Когда? Можно применять его с кассом. Экономически, значит, выгодный, так скажем, вариант. Отдельно не вносить. Дело в том, что у вас после уборки урожая, это июль месяц, да, начало июля месяца у вас здесь, как правило, сухая, жаркая погода. А когда работаем, мы вносим, значит, обрабатываем растительные остатки и потом заделываем. Если влаги нет, то, соответственно, микрорганизмы не работают. Два способа, КАС-32, это вначале, значит, впущение, или в середину впущения, в зависимости от чего, какая там задача стоит, распустить, ну, распустить-то там быстрый азот тоже, конечно, а я еще селитр, вот потом, потом, чтобы адресно уже влиять на закладку урожая зимой пшеницу, на закладку количества колосков, а значит, что это пшеница, вот как раз мы можем это совместить. Далее, еще один момент, значит, есть у нас продукт микробиологического удобрения ВИОС-ПК, значит, тоже можно использовать с КАСом состав азотобактер, азотобактер крококлум, мобилизатор фосфора, калия, это тоже элемент активизации производственных ресурсов. То есть, можно дозы применяемых удобрений снизить, ну, где-то на 10-15%, если работать комплексно. То есть, сбалансировать внесение минеральных удобрений, плюс работать еще с биологией. У нас очень много элементов питания, и азотсодержащих в соединении много, тем более фосфора много. Но 5-6% доступен, остальная часть, она в почве закреплена. Надо их высвобождать. А как высвобождать? Восвобождать его микроорганизмы, мобилизатор фосфора, калия. То есть, можно обрабатывать семенной материал, можно обрабатывать еще в баке с КАСом. Ну, нет, если у кого нет ликвилайзеров, то можно работать обрызгивателем. В начале ухудшения, весна, температуры не такие высокие. Ну, еще, конечно же, тут требуется одинокоприем. Почему? Потому что, если брать фитоспорин, биосфака, стерня, все они выделены из почвы. Они аварийные, они свои там, чужих там нету. Но мы их селектируем, у нас вот каждодневно идет процесс селекции. Выбираем самые эффективные, потом они идут уже при производстве вот этих наших препаратов. Дальше, следующий элемент по медитации, значит, это подкормки. Во время подкормки, именно, значит, в некорневых подкормках мы рекомендуем еще тоже, либо там фитоспорин, либо там стимулятор роста. Ну и широкая линейка у нас есть удобрений, биодексы, значит, богатые, биополимики, микроэлементы, лона и поли, значит, там состав имеется у нас. Здесь что необходимо отметить? Мы все-таки вот добились за 4 года и на сегодняшний день сами нарабатываем хилатюры. Практически все производители микроэлементов используют хилатые агенты какие? Это ЭДТА, ОДФ и другие. Мы разработали, мы назвали его биаком, биоразлагаемый имидо-гионтарный комплекс на основе гионтарной кислоты, плюс еще завершаем, да? И, значит, ну, сложное производство, значит, этот комплекс полностью разлагается, когда попадает в растение. А ОДФ и ЭДТА, это после обработки, внесения микроэлементов, значит, они остаются, вот неорганическая часть остается, как хвост в растениях, и растение вынуждено затратить энергию для того, чтобы их утилизировать. Наш комплекс полностью разлагается, даже стимулирует кислительно-восстановительные процессы, то есть ростовые процессы у растений. Но продуктов у нас очень много, это ЕБЕЛИ-ПАСИМ, который не уступает химическим прилипателям, а по цене-качеству он на сегодняшний день на рынке самый такой, по цене, такой выгодный, так скажем, тоже элемент оптимизации производственных ресурсов. Ну и в завершение, коллеги, действительно, мир меняется, пришли времена перемен, нас это всех коснулось, и мы тоже должны меняться. И здесь, значит, наша задача какая стоит? Не самая главная цель получения очень высоких урожаев, 8-9, то там 9 или более даже современные сорта, зимой пшеницы, тем более краснодарские, они позволяют получать такие урожаи интенсивные. Может быть, наша цель получать экономически обоснованный, качественный урожай. Ну и в этих технологиях, которые мы предлагаем, и вообще в традиционных тоже технологиях, я думаю, все-таки биология займет достойное место. Спасибо. Спасибо. Есть вопросы к компании «Вашинком». Я должен сказать, что это компания, которая очень весомую роль играет, мощный, научный потенциал, и это способствует тому, что появляются очень качественные препараты, ну а тренд на использование биологических продуктов в сельском хозяйстве сейчас очень высок. Мы когда были на выставке Югакова в Краснодаре недавно, там прямо вот окраины ходили и спрашивали о биологии, биологии, где биология, будет введение на предприятиях. Продолжение следует...